Традиция лепить барельеф новой волны появилась в 2010 году в Юрмале. Прижилась она и в Сочи, куда конкурс переехал после Олимпиады. Участникам нынешнего осмотра молодых исполнителей тоже предложили проявить фантазию. Вылепить из глины название группы, инициалы или флаг своей страны и прикрепить на барельеф. Иными словами, оставить свой след в истории конкурса. Это мой флаг. Ну это во мне кажется жестко. Это паводник свободы из Риги. Мы трио, и мы каждый из самых регионов. И мы звездочки. В создании барельефа пригласили поучаствовать и мэра. Глава Сочи Анатолий Пахомов вылепил факел с крыльями. Это символ огня, а значит жизни, отметил мэр. Он подчеркнул, что новая волна – это престижное для города мероприятие, и курорт рад принимать его уже в пятый раз. Город Сочи после Олимпийских игр – это площадка для проведения многочисленных событийных мероприятий. Это, конечно, и спортивные мероприятия, это, конечно, и политические мероприятия, но это, конечно, и культурные мероприятия. Мы очень гордимся тем, что все эти звезды, в том числе и действующее, и будущее, находятся сегодня в Сочи. В этом году в «Новой волне» участвуют 13 исполнителей из 11 стран. Гостей ждет несколько ярких концертов в Олимпийском парке, в том числе один бесплатный. Зрители приглашают на дискотеку под открытым небом на Южном Малу. Организаторы в этом году подготовили массу сюрпризов. Во-первых, будет ритор в закрытии. У нас будет неожиданный дуэт Натальи Арейра на творческом вечере. Поэтому тоже хочу, чтобы вы обязательно увидели это в эфире. Ну и, конечно же, наша гордость, самая важная, это наши конкурсанты, которые в этом году как никогда сильнейшие просто. Ну а слепленный участниками барельеф позже будет отлит в бронзе. Его установят 29 августа рядом с барельефами прошлых лет на улице Несебрской. А на Новогинской тоже по традиции появятся звезды с именами всех финалистов 18-й «Новой волны». Ольга Десятова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.